Песков прокомментировал статью Билд об удостоверении Штази на имя Путина. 12 декабря 2018 года ТАСС Песков прокомментировал статью Билд об удостоверении Штази на имя Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Источник изображения, знак авторского права Михаил Мецель, ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что во времена Советского Союза и КГБ и Штази были партнерскими службами Москва, 11 декабря. ТАСС, Советский КГБ и Министерство госбезопасности бывшего ГДР Штази были партнерскими спецслужбами и могли обмениваться документами для своих сотрудников. Такое предположение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию немецкой газеты Билд об обнаружении в архивах Штази в Дрездене удостоверения на имя Владимира Путина. Песков отметил, что информацию на этот счет лучше получать в службе внешней разведки РФ. Но могу предположить следующее, как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями, сказал пресс-секретарь президента. Как отмечается в опубликованном во вторник материале Билд. Удостоверение, выданное на имя майора Владимира Путина 31 декабря 1985 года, было собственноручно им подписано и продлевалось каждый квартал вплоть до конца 1989 года. По словам руководителя Дрезденского отделения по работе с архивами Штази Конрада Фельбера, с этим документом работавший тогда в Дрезденском подразделении КГБ Путин мог беспрепятственно проходить в учреждения органов госбезопасности ГДР и не должен был никому выдавать того, что работал на советскую спецслужбу. Он также предположил, что наличие удостоверения могло облегчать задачу повербовки агентов в бывший ГДР. Путин после окончания Ленинградского государственного университета в 1975 году был направлен на работу в Комитет государственной безопасности СССР. В 1985 году командирован в представительство КГБ в ГДР и работал в Дрездене до 1990 года. Там он занимал должности старшего уполномоченного, помощника, старшего помощника начальника отдела. 11 декабря 2018 года право на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.